Спасибо большое. Ну, я, прежде всего, хочу сказать, что я вот очень поддерживаю инициативу Светланы Анатольевны, и, наверное, будет очень удобно, действительно, для участников, если каждый год конференции мы будем готовить вот такие сводки по новым регистрациям, и сразу у докторов будет, так сказать, все возможности использовать современные иммунотерапии, очень хорошие инициативы. Ну, моя тема, в общем, достаточно сложна. Это связь иммунотерапии, вернее, возможности или невозможности проведения иммунотерапии вот в эпоху такой пандемии, ковид, которую мы переживаем сейчас. Ну, и прежде всего, эта сложность связана с тем, что здесь мы, конечно, не имеем такой доказательной научной базы, к которой мы привыкли в онкологию, а это мы всегда опираемся на результаты крупных, рандомизированных исследований, двойных, слепых и так далее. Конечно, сейчас слишком мало времени прошло, да и мы понимаем все, какие сложности вообще существуют с проведением таких исследований. Ну, что мы имеем? Мы имеем сегодня результаты преимущественно ретроспективные, различных авторов, более крупные, менее крупные. И сразу надо понять, что никаких однозначных выводов сегодня сделать невозможно. Ну, просто хочу немножко напомнить о ситуации, которую мы все переживаем. В этом тысячелетии это уже пятая эпидемия. Мир сталкивался с эпидемией, вызванными и коронавирусной инфекцией, в частности, это вот атипичное пневмония 2002 года. Это близне-восточный респираторный синдром в 2012 году. Мы пережили несколько эпидемий гриппа в 2003, в 2009, в 2013 годах. И если мы посмотрим на смертность, то, в общем, увидим, что, конечно, те цифры смертности, которые мы видим от ковида, значительно, так скажем, к счастью, значительно меньше, да, более низкие, чем те цифры, с которыми встречались ранее. К сожалению, люди умирают от вирусных инфекций и от инфекций, вызванных коронавирусом, и от инфекций, вызванных гриппом. Но, конечно, что делает эту проблему вот такой просто планетарной, это, вы видите, огромное количество инфицированных пациентов. На сегодняшний день, это буквально вот данные на 14 октября, в мире инфицировано более 38 миллионов человек. При этом показатели смертности сегодня не превышают 3%. Да, может быть, эти реальные, вернее, эта цифра несколько заниженная, потому что, конечно, такого масштаба диагностики вируса в предшествующей эпидемии не проводилось. Но, тем не менее, все-таки показатели смертности существенны ниже того, что мы видели раньше. С чем связана такая большая распространенность именно этой инфекции? Ну, прежде всего, с большим инкубационным периодом. В среднем это 3-14 суток, но сегодня уже описано, есть данные о том, что это может быть и больше. И, конечно, те пациенты, у которых есть вирусная инфекция, но нет симптомов заболевания, они способствуют тому, что этот вирус передается всем тем, кто находится рядом. И вот поэтому мы сегодня имеем такой большой охват населения. Путь передачи – это не только воздушно-капельный, но и воздушно-пылевой, контактный. И большая проблема, что почти у половины инфицированных заболевания протекает бессимптомно. Ну и установлена роль COVID как инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи. И существует высокий риск формирования эпидемических очагов инфекции в медицинских организациях в случае нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Ну, а специфическая профилактика. Мы сегодня с вами уже свидетели и можем говорить, что появляются первые вакцины. Так, в нашей стране, насколько я знаю, две вакцины уже зарегистрированы. Понятно, что еще надо будет на большем количестве оценивать реальную эффективность этой вакцины. Но все-таки сейчас мы уже можем говорить, что появляются у нас противовирусные вакцины. Хотя тоже очень осторожно об этом следует говорить, учитывая данные, которые появляются о том, что некоторые вакцины, исследования некоторых вакцин остановлены из-за тяжелых осложнений, которые наблюдаются у отдельных пациентов. Ну, общеизвестные факторы риска развития инфекции COVID тоже мы хорошо с вами знаем. Они везде представлены. Это пожилой возраст, это хронические заболевания легких, это хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, это диабет, это иммуносупрессия и это злокачественные опухоли. По результатам метаанализа, который включил 52 исследования, и в этот анализ вошло более 18 тысяч пациентов с COVID и онкозаболеванием, мы видим, что вероятность смерти при сочетании этих двух нозологий составляет больше 25%, что, конечно, выше, чем сегодня этот показатель в общей популяции. При этом понятно, что вот эта категория пациентов с злокачественными опухолями, конечно, очень гетерогенная. И здесь значение имеет и типы опухоли, стадии заболевания, состояние пациента, его возраст, сопутствующая патология, иммуносупрессия, которая может быть вызвана как распространенностью метастатического процесса, так и проводимым лечением, преимущественной химиотерапией и лучевой терапией. Ну и также мы должны учитывать о том, что наши онкологические пациенты, у них есть необходимость регулярно посещать лечебные учреждения, соответственно, это тоже повышает риск развития инфекции. Данные по заболеваемости и смертности, они, тем не менее, информация достаточно противоречивая. И по влиянию того или иного вида противоопухолевого лечения на тяжесть течения вирусной инфекции. Есть данные, которые говорят о том, что проводимое противоопухолевое лечение ухудшает прогноз течения коронавирусной инфекции и повышает смертность от этой инфекции. Есть данные, которые это не подтверждают. Исследования включают очень разное количество пациентов, да и разные задачи ставились в ходе этих исследований. Здесь я привела несколько наиболее крупных работ, где пытались оценить заболеваемость и смертность у пациентов с онкологическим заболеванием и с ковид-инфекцией. Одно из таких исследований было проведено в Нью-Йорке. Вы видите, были проанализированы более 5600 пациентов с ковид-инфекцией. Из них онкологические заболевания были у 334 пациентов. И это исследование не показало какой-то значительной разницы ни в заболеваемости коронавирусной инфекции, ни от смертности от нее. Другое исследование, более крупное, проводилось в Англии и основывалось на данных ведущих онкологических учреждений Англии, которое действительно показало, что пациенты с онкологическим заболеванием и ковид-инфекцией имеют более высокую смертность, а именно 28%. Но это исследование показало, что связана такая смертность не с лечением противоопухолевым, которое получали пациенты, а с другими факторами риска, а именно возрастом, полом, в частности мужским курением и наличием сопутствующих заболеваний. Ни химиотерапия, ни таргетная терапия, ни хирургическое лечение, ни лучевая терапия, ни иммуно-онкологические препараты не влияли на смертность под данным этого исследования. Еще одно тоже очень крупное исследование, которое проводилось совместно специалистами Соединенных Штатов, Канады, Испании. Оно включило информацию уже почти о тысяче пациентов с онкологическими заболеваниями и ковид-инфекцией. Здесь смертность была 13%, и вот в этом исследовании авторы связали ее с иммуносупрессией, вызванной или онкологическим заболеванием, или проводимым противоопухолевым лечением. Но это исследование продолжается, и пока не проводилась оценка влияния разных видов лечения на смертность от ковида. Ну и, наконец, еще одно исследование, которое проводилось в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering, мы хорошо знаем его по шкале риска у пациентов с почечноклеточным раком. Оно включило 423 пациента, также смертность у них составила 12%, и вот это исследование показало, что факторами риска тяжелого течения коронавирусной инфекции является возраст пациентов и предшествующее или продолжающее все лечение иммуно-онкологическими препаратами. Ну, достаточно большое количество работ, которое посвящено именно этой теме, а именно риском, связанным с иммуно-онкологическими препаратами и их возможными преимуществами. Почему именно эти препараты, эта группа препаратов привлекает такое большое внимание? Ну, казалось бы, иммуно-онкологические препараты выгодно отличаются от традиционной химиотерапии. Они не вызывают иммуносупрессии. У пациентов значительно меньше риск нейтропении, в том числе фибрильной нейтропении, меньше риск инфекционных осложнений, меньше риск мукозитов, а это являются входными воротами инфекции. И использование этих препаратов, как мы знаем из механизма их действия, предотвращает угнетение функции эффекторных клеток, в частности CD8+, лимфоцитов, а это основное, так сказать, действующее звено иммунитета в борьбе с вирусной инфекцией. Но при этом мы знаем, что сегодня описаны иммуно-опосредованные гематологические осложнения иммуно-онкологических препаратов, в том числе и нейтропении. Не только нейтропении, но и иммуно-опосредованная аномия, иммуно-опосредованная и тромбоцитопении, и в том числе и нейтропения тоже. Мы знаем, что у ряда пациентов примерно от 20% на монорежимах антипедиантител до 60% на комбинированной терапии иммуно-онкологическими препаратами встречаются тяжелые иммуно-опосредованные нежелательные явления. В соответствии с современными алгоритмами, такие тяжелые осложнения могут требовать длительной иммуносупрессии, что, безусловно, может повышать риск инфекции, в том числе и вирусной. Очень многие симптомы ковид-инфекции похожи на иммуно-опосредованные нежелательные явления, в частности, кашель и одышка, которые основной симптом ковид-инфекции может быть очень похожи на проявление иммуно-опосредованного пневмонита. При повышении тропонина мы видим и при развитии иммуно-опосредованного миокардита, повышение печеночных ферментов встречается при иммуно-опосредованных гепатитах, и повышение температуры также может быть связан и с ковид-инфекцией, и с осложнениями иммуно-онкологических препаратов. Существует очень большие опасения, что сочетание иммуно-опосредованного пневмонита и пневмонии, вызванной коронавирусом, может приводить к выраженному повреждению легких, развитию острого респираторного дистресс-синдрома, что является основной причиной смерти пациентов от коронавирусной инфекции. И вот это основной орган, который поражается при коронавирусной инфекции, рентгенологические проявления и иммуно-опосредованного пневмонита, и вирусной пневмонии могут быть очень похожи, и рентгенологически их бывает невозможно отличить. При этом понятно, что проведение такой диагностической процедуры, как бронхоскопия с бронхоальвиолярным лаважем, вот в такой ситуации при подозрении на ковид, конечно, сопряжено с образованием, с инфицированием и персонала, и окружающей среды. Ну и та гиперактивация иммунной системы, которая в отдельных случаях может сопровождать терапию иммуно-онкологическими препаратами в сочетании с коронавирусной инфекцией, может приводить к чрезмерному аутоиммунному воспалению, что в свою очередь приводит к повреждению внутренних органов, причем развитию острого респираторного дистресс-синдрома, ну и полиорганной недостаточности. А случаи вот таких вот цитокиновокриза или шторма, или синдрома выброса цитокинов, по-разному это называется, описаны как при инфекции ковид, так и проведении иммуно-онкологической терапии, прежде всего карклеточной терапии, но и при использовании блокаторов PD-1, PD-L1. И, кстати, тоцелизумаб препарат, это моноклональное антитело к рецептору интерлекина-6, а именно этот цитокин практически всегда наблюдается, его существенный рост при развитии цитокинового кризиса, вот этот препарат в последнее время с успехом используется и в лечении синдрома цитокинового криза, как при ковид, так и при тяжелых иммуно-посредственных нежелательных явлениях. Все мы знаем, что совсем недавно был зарегистрирован и наш препарат моноклональное антитело к рецептору интерлекина-6, которое зарегистрировала компания Биокат. Ну, сейчас изучается связь патогенеза, ковид и иммуно-онкологических препаратов. Она уже хорошо изучена при хронических инфекциях, в частности, вирусных гепатитах, ВИЧ-инфекции, и показано, что хроническое воспаление, которое вызвано персистирующей вирусной нагрузкой, индуцирует экспрессию негативных костимулирующих молекул, что приводит к истощению этих клеток и потере их эффекторных функций. А вот эта связь при острых вирусных инфекциях, она сейчас изучается, но приклинические исследования показали, что действительно активация сигнального ПД1 в острой фазе вирусной инфекции может блокировать дифференцировку наивных вирус-специфичных клеток в эффекторные CD8+, клетки. И, соответственно, блокада этого пути моноклональными антителами в эксперименте продемонстрировала повышение эффекторных свойств CD8-лимфоцитов и приводила к снижению вирусной нагрузки и элиминации вируса. Ну и иммуно-онкологические препараты в настоящее время изучаются в клинических исследованиях при гепатитах В, СПИДе и вирусоассоциированных опухолей. Таким образом, понятно, что теоретически иммуно-онкологические препараты могут как усиливать, так и уменьшать тяжесть инфекции COVID. Ну и вот сейчас интересное исследование проводится, где изучается эффективность одновременного назначения пембролизумаба и тоцелизумаба у пациентов с пневмонией вирусной COVID-инфекцией, которая не отвечает на стандартную терапию. Таким образом, вот анализ доступной сегодня информации говорит нам о том, что в настоящее время нет пока убедительных данных, свидетельствующих о том, что использование иммуно-онкологических препаратов увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией, а также ухудшает прогноз заболевания, и в большинстве онкологических центров использование этой терапии продолжается. Ну, несколько практических вопросов. Это мнение достаточно известных онкологов, экспертов, с которым можно соглашаться или не соглашаться, но с какими-то вещами, безусловно, надо соглашаться. Авторы, эксперты считают, что в условиях недостаточных данных не следует откладывать начало лечения у пациентов с метастатической болезнью, ну, естественно, мы говорим о пациентах, не имеющих COVID, в том числе и использовать иммуно-онкологические препараты. Можно ли закончить иммунотерапию раньше? Этот вопрос решается индивидуально, но, в принципе, у пациентов с полным ответом сегодня показано, что возможно окончание терапии без высокого риска дальнейшего прогрессирования заболевания, в том числе это может быть особенно актуально для пациентов пожилого возраста. Ситуация, когда у пациента тяжелое состояние, с дыхательной недостаточностью, и мы не можем исключить ни инфекцию COVID, ни иммуно-опосредованный пневмонит. В этой ситуации с диагностической целью возможно назначение или стероидов, или других иммуно-супрессивных препаратов, в том числе и тоцелизумаба. Следующий вопрос. Когда можно и вообще можно ли продолжить иммунотерапию пациентам, которые перенесли COVID? Эксперты считают, что да, если симптомы болезни разрешились, то через две недели терапия может быть возобновлена, ну, как минимум после двух негативных тестов на COVID. При подозрении на COVID пока идет диагностический процесс, мы можем делать перерыв, хотя некоторые исследователи считают, что такой перерыв не нужен. Ну и, наконец, надо ли проводить диагностику COVID-инфекции у бессимптомных пациентов перед началом терапии и на терапии, ну, по практике наших учреждений, всем пациентам, которые госпитализируются сегодня в онкологические клиники, всем такая диагностика проводится. Эксперты считают, что поскольку перспективных данных нет, то вот такое, так сказать, обязательное проведение диагностики может создавать дополнительные нагрузки на лаборатории, которые сейчас и так работают на пределе сил, поэтому не является обязательным. Ну и если мы посмотрим на рекомендации ЭСМО, которые были специально адаптированы на время пандемии COVID, на примере лечения меланомы, то мы видим, что и для адювантной терапии, и для неоперабельной меланомы третьей или четвертой степени иммунотерапия входит в перечень приоритетного лечения. Единственное изменение – это эксперты ЭСМО не рекомендуют использовать адювантную именно иммунотерапию для пациентов третьей А стадии, учитывая относительно благоприятный прогноз этого заболевания. И при назначении иммуноонкологических препаратов для пациентов с метастатической меланомой все-таки приоритет следует отдавать использованию антипиди-антител в монорежимах, поскольку мы знаем, что комбинация сопровождается значительно больше частотой тяжелых иммуноопосредственных осложнений. И все-таки при необходимости назначения комбинации возможно опираться на исследование Checkmate 511, где использовался альтернативный режим комбинированной терапии, который давал меньшую частоту тяжелых осложнений. Но и для того, и для другого вида терапии рекомендовано все-таки использовать режимы с удвоенными интервалами между введениями для того, чтобы уменьшить частоту посещения пациентами медицинских учреждений. Такие режимы зарегистрированы и для пембролизумаба сегодня в нашей стране, это 400 мг каждые 6 недель, и для неволумаба 480 мг каждые 4 недели. Пациенты, которые получают терапию иммуноонкологическими препаратами с признаками пневмонита по данным КТ перед назначением стероидов, должны проходить тестирование на COVID. И еще рекомендации нашего российского общества онкологов также считают, что в настоящий момент нет абсолютных противопоказаний для проведения того или иного вида лекарственного лечения, но необходимо в каждом случае это индивидуально рассматривать. Ну и таким образом мы можем делать вывод, что вопрос о возможности использования терапии иммуноонкологическими препаратами конечно же актуален, учитывая очень важную роль этого метода лечения в терапии злокачественных опухолей. Пока отсутствуют данные перспективных исследований и существующие рекомендации, основанные прежде всего на мнении эксперта. Пока нет убедительных данных, которые бы служили основанием для отказа от назначения иммунотерапии в условиях пандемии COVID-инфекции. Но, безусловно, пациенты, которые получают иммуноонкологические препараты, всегда требуют особого внимания, а в этот период это внимание должно быть еще усилено. При выборе схемы лечения все-таки предпочтение лучше отдавать, во-первых, режимом с меньшей токсичностью и режимом с большими интервалами между введением. Перед введением стероидов в связи с иммунопосредными нежелательными явлениями необходимо исключить COVID. И, конечно, очень важно детально изучать и обобщать всю ту информацию, которую мы получаем в исследованиях и в клинической практике. Чем больше информации, тем больше обоснованных решений может быть принято. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...